Нужны теплые пледы только. Здравствуйте, Казбек, давно не виделись. Добрый день, Игорь, добрый. У вас, видимо, появился какой-то повод, чтобы мы снова оказались на хаусботах Круиз. Ладно, хватит дурака валять. Подождите, подождите, мне понравилось. Ребят, мы на самом деле сегодня встречаемся, у нас есть повод, потому что хаусботы Круиз, которые мы вам показывали, пару хаусботов, это было уже довольно давно. Год прошел. Год прошел. Но это не так давно было. Но за этот период, вот то, что мы вам показывали, и те, которые обновления они внесли и трансформировали, те же самые, казалось бы, хаусботы, они уже довольно существенные. Вот стоит корпус, который выглядит как будто так же, но внимательный зритель заметит, что там нет боковых проходов. Соответственно, он шире. Он шире, да, больше внутренняя площадь. Новая модель для людей с запросами, больше внутренней квадратуры, больше внутреннего пространства. Чисто технически, вот пока мы тот видим, можем про него поговорить, они остались такими же. Тримаран на полиэтиленовых элементах, да, на полиэтиленовых блоках плавучести. И там ничего не поменялось. Силовая платформа осталась та же самая. Поменялась надстройка, ну и мы постоянно дорабатываем свои экземпляры. Вводим, уменьшаем вес. Где-то добавляем технически другие материалы, которые себя должны вести лучше, чем вели те материалы, которые мы раньше использовали. Основная идеология осталась, в принципе, та же самая. Больше пространства, больше удовольствия, больше возможностей. Используем на данный момент другие типы поплавков. То есть они по конструктиву изготовлены так же, но у них больше грузоподъемности. То есть если вы заметите, все образцы, они у нас ближе к воде были, а эти они у нас... Да, я вот хотел сказать, что такое ощущение, что то ли... Я подумал, что конструкция стала легче, поэтому он всплыл. Плюс мы меняем какие-то элементы на более легкие. И это тоже помогает. На зиму без особых хлопот. Их же не надо доставать по-прежнему? Доставать нет необходимости. Также оставляете вмерзать во льду. Есть опыт. Вмерзание и моторов лучше так делать не надо. Подготовить моторы, поднять их, провести консервацию в зиму. И спокойно на непроточной воде их можно оставлять, и проблем с ними не будет. Оба частных. Оба частных, да. Это частные, это не шеринговая, не прокатная история, да? И отличаются они как раз подходом, ну, то, что хозяин выбрал, да, где он как собирается жить. Эксплуатация у частного более щадящая. И используются материалы, вот здесь вот морской ковролит, например, использован. А зимой у нас кто-то живет? Зимой есть экземпляры, которые эксплуатируются. В принципе, ему же, что, береговое питание кинул, да? Береговое питание кинул, да, подготовил воду и все, и вперед. И все, и можно Новый год, Новый год встречать. В панели солнечных батарей, они у вас идентичные, что там, что здесь. Да. Они что, какие потребности закрывают по электричеству? В общей сложности они дают порядка 2 кВт в солнечный день. То есть, в принципе, находиться на воде в солнечный день, не включая генератор, чисто за счет солнечных панелей, даже при использовании кондиционеров, возможность есть. А тут есть кондиционеры? Есть кондиционеры, да. Сеть 24-220, да. Стоит умный инвертор, который преобразует электричество от солнечных батарей. И есть сервисные аккумуляторы, которые накапливают электричество на стоянках, либо от солнечных батарей, когда они дают больше, чем потребляет Хаусбот. А здесь у вас раньше какая-то труба была, мы ее называли глушителем от Субару. Люди отказались от сауны, и мы поставили две дополнительные панели. И там тоже, да? И там тоже. И там тоже трубы нет. Ну вот, не Субару. На самом деле очень радостно, что... Эти звуки, если что, если вы их слышите, их издает мотор Сузуки. Шик! Море морского американского ковролина. Во, 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 во. Поняли? Дудочка. Вороночка-дудочка. Скилл капитана, он же в основном к парковке, да, относится? Конечно. К парковке, особенно парковка в ветер. Слушайте, на самом деле управлять им достаточно просто и легко. То есть может в том числе и ребенок. А с точки зрения якорения, ну да, нужно выбрать правильное место. Главное, чтобы вода еще ночью не ушла. А, вот это... А то может быть сюрприз с утра, да. Бывает, да? Бывает. А он сколько весит? 15 тонн. Тузик. Тузик, да. В простонародье. На специальном подъемном механизме, нержавеющем. Здесь стоит червяк, червячная пара. То есть поняли, да? Электромотор вжик, опускает эту всю платформу вниз. И все. И лодочка поплыла. Сейчас, где у нас наш знаменитый самарский пивзавод? И Леха ушел. С одной стороны, это круто, что ты можешь гулять вокруг всей лодки, обслуживать ее удобнее, отвязываться даже удобнее. Вот эти шнурочки, этот доступ куда-то... Рундуки для хранения, да. Рундуки для хранения. А, вот. Слушай, не угадаешь, да. Какая часть пола сейчас откроется. Такой Индиана Джонс. А якоря? Якоря. А вот якорная цепь, да. Оп, бросил якорь. А как выход отсюда осуществляется? Лестница телескопическая, алюминиевая. Видеокамеры по периметру. Но в коммерческом использовании понятно. Там надо следить за всей ГОП-компанией, которая что-нибудь отмечает. А здесь это все работает для парковки в основном, управления и парковки. И в том числе и управления и парковки. При этом удобно маленькие дети на борту. Где они находятся, что они делают. Вы постоянно можете смотреть. Выбираются материалы, которые меньше боятся влаги, меньше боятся ультрафиолета и более износоустойчивые. Ну вот пол, на котором ты стоишь, он какой-то особенный? Это лиственница, обработанная дорогим, хорошим маслом. Вы видели, как у нас сотрудник выбирает лазить на складе у поставщика. Это подходит, это не подходит. Изначально исключительно класса А берем. То есть лучшего класса лиственницу. И еще ее дополнительно сортируем и выбираем лучшее. Ценат, который начинается разговор вообще о лодке, о такой, она у вас к чему привязана? Три поплавка. Три поплавка, да. Три поплавка, каркас, стекла. Продолжай, Игорь, устанавливайся. Продолжай. Не, я просто... Больше, больше. Окидывайте, я уже что-то лишнего, да? Окон нет? Все нормально, да, окна есть, все есть. На данный момент цена от 12,5 миллионов, стандартная базовая комплектация. Ну и туда входит вот то, что я назвал, да, и что-то еще. Вот эти все комнаты там, они есть? Или их нет? Отделка входит. Ну, на самом деле, обращайтесь. Диван, а за диваном лежит спиннинг. Вот это все, что надо знать о хаусботах. Да, в этот корпус я зашел первый раз. Я думал, что в большой корпус это прям отлично, без вопросов, но вижу, что даже вот такой, это уютненько. Это какой-то стандарт. Вот такая кухонная линейка, вот такие шкафы. Это в базе, если вопрос об этом. Вот такая планировка, да, этого домика. То есть здесь туалет, две комнаты. Туалет, две комнаты, либо туалет, комната и сауна. И еще один момент, что в хаусботах кресло выглядит примерно вот так. По-моему, не бывает, или бывает, бывает случай, когда кресло стационарное, но в основном это вот так. Порулил, поехал, потусил, опять приехал, порулил. Инвертор стоит. Как раз та вещь, которая преобразует энергию от солнечных батарей, энергию от аккумуляторов в 220 и раздает ее по всему борту. Сейчас он переваривает солнечную батарею. Освещение. Тут все, лампочки, лампочки, лампочки. Внутреннее освещение наружу. Лампочки, лампочки. Наружное освещение, внутренний иллюминатор. Гуделка. Топливо, топливо, вольтаж, вольтаж. Топливо, топливо, топливо. Это что такое? Вода. Стандартные вещи, которые устанавливаются на любой лодке. Трим, вольтметры. Количество баков в зависимости от отопителя. Дизельные отопители, которые стоят на каждую каюту. Вот это опционально дополнительно мы устанавливали. Плюс дополнительный бак дизельный для водяного проточного нагревателя. Мебель обычная, да? Здесь же уже не важно, морской, не морской. Кто-то хочет вот такой уют, как здесь. Кому-то больше потребность в том, что он мокрый может забежать, плюхнуться на диван, чтобы дивана от этого ничего не было. То есть исходим от потребностей клиента. Есть просто ряд ограничений, чтобы хаусбот прослужил дольше. А сколько живет хаусбот? Есть экземпляры, которые 15-й год ходят, и ничего с ними не произошло за это время. Сколько живет ремонта в вашем доме? Столько примерно и хаусбот. Плюс-минус, ну столько же живет ремонт здесь. Потом ему можно сделать рефит. Рефит и дальше с удовольствием эксплуатировать. Отопители всякие, котлы. Это же все тоже здесь спрятано? Здесь у нас находится воздушный отопитель, водяной отопитель, водогрей электрический, который работает от бортового питания. Где здесь водильник? Покажи пальцы. Нет, нельзя открывать. Ты пальцы сначала покажи на 5000. А, все, здесь. А он руку не пожал. Да, Лех все время проигрывает. Фурнитуру можете оценить. Насколько качественно, насколько приятно. А фурнитура? Оп, да. Можете. Посудомойка, стиральная машина. В принципе, все это возможно установить и пользоваться. Кондиционер. Душевая кабина. Самое лучшее смотровое место на холодной. Да, это трон. Вы в любом случае ведете с собой кубовую емкость чистой воды. Вы через систему фильтрации в любой момент можете ее пополнять. И насосная станция, которая постоянно держит то давление, которое вам необходимо. То есть нет такого, что вы принимаете душ, там течет теплая вода, вы получаете удовольствие. В этот момент кто-то воспользовался кормовым душем, и у вас изменилось давление. Такого нет. Это как раз детское, да? Это то место, где могла бы быть сауна. Да, да. Но вместо сауны тут спят два прекрасных человечка. Просто панель, да? Открывай. Все, извините. Ух, ничего себе. Ну да, потому что во втором хаусботе, в широком, у нас в этом месте находится холодильник здоровенный. Здесь шкаф. Здесь мастер каюта. Все верно. Заходим за тобой. Это что находится? Шкаф, фэн-шуй, хьюги и все остальное в комплекте. Идем во второй? Мы старались, спасибо. Пойдем. Мы старались, спасибо. И пока мы не забыли, мы на том хаусботе не поговорили про силовые установки. Они отличаются здесь, да? Там меньше мощность моторов. На данных бортах они одинаковые. Одинаковые, да? Да, установлены. Две шестидесятки? Да, две шестидесятки. А, а я думал там сороковка. А я думал сова. От двух двигателей по пятьдесят лошадей до максимального, наша конструкция предназначена два по сто пятнадцать. Два по сто пятнадцать. Сузуки, они свою какую-то песенку поют. Но два мотора это надо, потому что они выполняют роль подрульки. Это удобно. Они выполняют роль подрульки. Если пускаем в раздрай, разворачиваемся на месте. Плюс, если вдруг что-то, ну, это жизнь, один мотор может отказать, на втором моторе вы всегда можете вернуться или доплыть в какое-то безопасное место. В стандарте два бака. Каждый бак на двигатель 250 литров на каждый бак. На таких же движках совершенно такие же ребята сейчас дошли в Москву. Расход был один бак на полных сорок восемь часов хода. На том корпусе тоже есть рундуки, да, сзади? Мы их просто не открывали? Не открывали. А там вместо прохода у нас какой-то хозблок, наверное, да? На любом доме же нужна кладовка. Яхтенная культура никто не отменял. Во! Игорь, угадай, где холодильник. Угадай, где холодильник. Лех, давай поспорим. Телескопическая лестница та самая. Вот чего мы недосчитались, да, в отличие от того корпуса. Вот она ширина потопчен, а вот они леера. То есть это то, чем пожертвовали. А сейчас посмотрим в салоне, что получили взамен. Широко. Смотрите, насколько много пространства. Там ванна на природе. Ванна. Полноценная. Мастер каюта. И там это музыкальный инструмент в чехле, да? Как раз мой вариант. Ребенок постарше, два ребенка помладше. Как раз есть куда всех троих расположить. И здесь у них широченные кровати. Вот тут уже ребенок Алеша разбросал свои вещи. Дороже все-таки вот этот получается в конечном счете. Большой. Какой у тебя конечный. Какой? Не, ладно. Вот. Немного дороже. Как Казбек говорит, обращайтесь, рассчитаем. Но в случае, если у вас есть 12 миллионов плюс, это маломерное судно. Вот. Поняли? Маломерное. Будет чуть побольше, но оно все равно будет маломерным. Все равно маломерное. Под Гимсом. Посмотрим, да? Что получится. Надо для этого подписаться на канал. Лайк поставить. И вот. И ловить новые видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok